26-28 листопада 2014 года на историческом факультете БДУ отбылась нумизматичная конференция Другие науковые читания памяти профессора БДУ Валентина Новымича Рапцевич Гэта конференция собрала шмат удельников Шмат гэта сябры, засновальника белорусской нумизматики Профессора нашего факультета, незабывного Валентина Новымича До нас приехали доследчики из России, Украины, Латвии, Литвы Всего разом собралася тут каля 50 удельников На конференции прогучали самые розные поведомления Тематика была вельми широкой от античности и до сучастности Гэта была не только саманамизматика Сглядались данные сфрагистики, геральдики Инших специальных исторических дисциплин Ну, хотел бы только отзначит, что Наибольшую зацикавленность выкликали поведомления По одному из наибольших таких динамичных Накерунков нумизматики сучастных Так это доследование монет Великого князства Литовского Монавита самых ранних сперших монет 14-15 ста годя В этом году чтения проводятся уже второй раз Первый раз они проходили в 2010 году И состав участников отражает круг научных, дружеских и просто человеческих отношений Валентина Новымича И на конференции удивительно теплая, дружеская атмосфера Конференция имеет чрезвычайно высокий научный уровень Все вспоминают Валентина Новымича как коллегу, друга, учителя, старшего товарища Чрезвычайно приятно, в частности, мне как гостю из Питера Присутствовать на такой замечательной конференции И ощутить всю теплую и гостеприимную атмосферу Минска Хочу пропоновать Вашей увазе фрагмент выступления одного из самых шановных удельников нашей конференции Загадчика отдела нумизматики Державного Эрмитажа УПС в Санкт-Петербурге Виталия Александровича Калинина Большинство исследователей до сих пор уверены Что 216 денежный рубль существовал в Новгороде с момента начала самостоятельной денежной чеканки в 1420 году Многочисленные попытки объяснить происхождение новгородского рубля сводятся к нескольким гипотезам или вариантам Первое. Новгородский счетный рубль в 216 денег был заимствован из Москвы вместе с весовой нормой московской деньги По мнению Игнатия Иллари Ивановича Кауфмана и московский рубль того времени тоже был 216 денежным И новгородцы в 1420 году, когда приступили к самостоятельной чеканке, они просто заимствовали вес московской деньги в 0,79 граммов И этот рубль укладывался ровно 200, то есть эта деньга укладывалась 200, то есть вес вот такого рубля составлял 170 граммов Другая группа исследователей считает, что денежный счет на 216 денег возник как следствие давних и тесных торговых связей с западными соседями Новгорода, Ливонией, Гонзейскими городами Ну вот эту точку зрения, кстати, высказывал Аркадий Николаевич Малыгин и Марина Петровна Сотникова И третье Весовая норма новгородской серебряной деньги, заимствованной из Москвы, составила 216 денежный новгородский рубль весом около 170 граммов Ну вот этого мнения придерживалась Нонад Битреванамец, автор известной работы о московских монетах времени Василия Тёмного В действительности новгородская денежная система отличается необычным своеобразием от прочих областных денежных систем средневековой Руси И прежде всего это своеобразие заключается в необычном соотношении деньги и гривны, счетной гривны, как 1 к 14 А также в очень неудобном соотношении гривны и рубля В новгородском счетном рубля насчитывалось неровное количество счетных гривен, 15 и плюс еще 6 денег Это нелогичное структурное построение счетного рубля и наводило исследователей на мысль о приспособлении счетного рубля к весовой норме, заимствованных денежных единиц Будь то Ливонский Арктик или Московская Деньга При этом следует иметь в виду, что многочисленные попытки реконструкции новгородской денежной системы на протяжении более чем столетнего периода Предпринимались главным образом на материале очень немногочисленных письменных источников Включая и берестяные грамоты из археологических раскопок в Новгороде К исследованию самих новгородских монет после выхода в свет фундаментальной монографии Ивана Ивановича Толстого Никто, по сути дела, всерьез не обращался Я думаю, что эта конференция станет доброй традицией и будет отбываться празд, пылный час, снова и снова Продолжение следует...